Мы с вами сегодня являемся свидетелями уже шестого традиционного чемпионата мира по казацкому двобою. Он является итоговым, проводится он всегда в конце года, в последние месяцы, в декабре, как итог проведенной работы за весь год. Этот год для Федерации Казацкого двобоя, как для украинской, так и для всемирной, был очень успешный. Мы не стоим на месте, у нас прибавились в Украинской Федерации новые областные соретки, на сегодняшний день их уже больше 20. По итогам чемпионата Украины, который был проведен в октябре месяце, была отобрана сборная команда Украины, которая сегодня принимает участие в чемпионате мира. На чемпионате мира также, благодаря работе Всемирной Федерации Казацкого двобоя, мы видим новых представителей. Была проведена работа, и в этом году мы провели первый Кубок Европы уже за границами нашей страны. Это проходило в Польше, в городе Плотск. Турнир получился очень представительный. Новые наши члены – это команда Кипра, Федерация Кипра по казацкому двобою, команда Италии, команда из Ливана, команда из Туркменистана. То есть в итоге получился хороший представительный турнир. Самое главное, что это очень понравилось польским организаторам. И в данный момент регистрируется федерация, фундация в Польше именно по казацкому двобою. Пожелаем всем спортсменам, всем участникам Чемпионата мира по казацкому двобою удачи и пусть победит сильнейший. На этом турнире мы собрали более 900 участников. Это очень большое количество. Соответственно, наш регион, Харьковская область, представлена самой массовой командой. Это больше 400 участников. На протяжении этого года наши спортсмены показывали на всех турнирах очень хороший результат. И последним показателем был это чемпионат Украины, где наша область заняла первое общекомандное место. Я неоднократный чемпион мира по казацкому двобою. Хочу сказать спасибо большое своему тренеру Александру Владимировичу Надеину. Наш клуб называется «Атом». Всех приглашаем в тренераторах тренироваться. Очень хорошие, тяжелые тренировки. Занимаюсь уже 11 лет спортом. Моя цель выступать на каких-нибудь профессиональных боях, мощных промоушенах, которые сейчас ведут. Это ICB. Что-то в этом плане. На сегодняшний день козацкий двобой – один из национальных видов борьбы. Вин был започаткован при отроджении козацтва на начале независимости Украины в 1991 году. Инициатором был отцаул украинского козацтва Анатолий Попович. И он был сделан таким образом, чтобы он объединял традиции украинского козацтва, бойовых мистецтв. И снова сучасные стили, которые были и схидные, и сахидные. Почему? Потому что много спортсменов, которые учатся через козацкий двобой, добу козацкого руха, изучают и традиции, и могут выступать еще в разных видах одноборств. Поэтому козацкий двобой – это как раз это оптимальное поединение истории и сучасности, которое сейчас дает нам поштовь до нового развития. Субтитры сделал DimaTorzok